С городом Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так Ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулис, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас И сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник Татьяна Колесова Татьяна директор музея возвращения физгармонии В городе Галищ Это Констромская область, недалеко от Москвы Татьяна собирает инструменты физгармонии, гармоники Их реставрирует, затем устанавливает в музее И проводит уже концерты, лекции Такая замечательная и просветительская, и, можно сказать, спасательская деятельность А Татьяна сегодня как раз и спасает также нашу передачу Потому что должен был быть другой гость Органист Тимур Халиулин Но из-за того, что опоздал рейс Опоздал у него самолет Вынужден был пропустить нашу передачу К счастью, Татьяна нас спасает Как и спасает физгармонии Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте Очень приятно находиться в компании таких профессионалов Такого уровня Это для меня неожиданно и очень приятно Спасибо за приглашение Конечно, мы очень рады, Татьяна Уже начался проект на сайте планета.ру Где Татьяна уже успешно провела одно спасение Нескольких инструментов Да, Татьяна, в предыдущем проекте сколько инструментов вы спасли? Ну, дело в том, что один из инструментов нужно было выкупать И первоначально он стоял в костерме Я решила его забрать к себе в Галич И поэтому нужно было его выкупить Мы его привезли из Нижнего Новгорода Для музея Петровских игрушек Но у нас там не получилось с физгармониями Они все собрались в одном месте Вот именно в Галичи Откуда все и начиналось В основном деньги нужны были на вот эту физгармонию Но дело в том, что инструменты я собираю самые, что ни на есть В убитом состоянии Они буквально год-два не могут пропасть И дело в том, что очень много повреждений И все время нужно их разбирать и постепенно восстанавливать Сначала петлянные части, крап, например, язычки, потом меха И это все требует денег Потому что это дорогая работа Конечно, дорогая Я знаю, что полный ремонт физгармонии Но мы с друзьями, с моими мастерами Которых я уговорила Которых все началось У нас есть в городе прекрасный человек Николай Васильевич Сотников Он краевед, энтузиаст, бывший военный Кандидат технических наук И он придумал, как восстановить первый музейный инструмент Который стоял в музее физгармонии фирмы «Карпентер» Русско-американского производства Он придумал, как дать ей вторую жизнь В ней жили мыши Были повреждены меха Толкатели погрызены Мыши любят такие домики Там кожа вкусная, старинная С тех еще времен тоненькая Ну вот он придумал, как все это довести до ума А потом уже директор музея Ирина Геннадьевна Белова Пригласила меня попробовать Дать голос восстановленному инструменту С тех пор все и пошло И дело в том, что мои друзья-мастера Они фактически бесплатно выполняют Вот эту дорогостоящую работу Требующую много времени Много усилий И каких-то даже рационализаторских проектов Потому что никто же не знает Как это все починить Все утеряно Поэтому денег надо много Их надо всегда Но это все как раз действует на инициативе Человеческой инициативе Татьяна, когда вы пришли к физгармонии Ведь вы В принципе, ваш путь в музыке Достаточно неординарен Лишь в 13 лет вы начали играть на фортепиано И затем поступили в педагогический институт Сейчас преподаете в музыкальной школе И как вы пришли именно к физгармонии? Сколько вам было лет? Ну, дело в том, что я начала играть Раньше я училась в музыкальной школе Просто в 13 лет я осознала Я познакомилась с сонатами Битковина Я захотела, я поняла, что я это люблю Я очень много подбирала эстрадной музыки Просто играла по слуху И мне хотелось всегда сделать что-то свое А потом мус-училище, фортепианное отделение Потом пединститут Но жизнь сложилась так Что надо было не только музыкой заниматься В общем-то преподавание и занятие музыкой Не приносят особого дохода Нужно было еще что-то У меня был небольшой бизнес Он и сейчас есть Который помог, собственно, и создать свой музей То есть деньги там заработанные Они пошли вот на физгармонии Но с физгармониями я познакомилась 12 лет назад Очень поздно Просто мне все время хотелось чего-то своего То есть мне мало было бизнеса Мне мало было преподавания Мне мало было быть концертмейстером Я играла флейтистом Мне все время что-то хотелось Потому что у нас город небольшой И, в общем-то, довольно скучно И мало интересной жизни И концертной жизни И мало каких-то творческих проектов И вот когда я пришла в музей И когда я попробовала играть Физгармония – это удивительный инструмент Она сама по себе настолько красива И, как говорят, что если ты играл на рояле Ты их знаешь все Эти инструменты Пианино, рояль Ты их знаешь Если ты играл на одной физгармонии То ты знаешь только одну физгармонию А остальные для тебя будут опять загадкой Опять ты их будешь открывать заново Это абсолютно разные инструменты Они так не похожи друг на друга Ну и вот, когда я услышала Когда я попыталась сыграть, нажать Этот звук, он меня просто унес Из этой жизни Невероятно блящийся бесконечный звук Так красиво Мне захотелось научиться играть на этом инструменте Чтобы эта красота была со мной Вы сами учились? Ну да, конечно, у нас не учат нигде играть на физгармонии Зато теперь вы даёте уроки Игры на физгармонии Да, теперь я могу Я работаю над этим То есть я как бы не сразу начала искать материал Я просто играла Просто у меня была потребность Слушать вот этот звук И настолько инструмент интересный Что на нём можно не играть какое-то произведение Просто перебирать аккорды Это уже находишься как бы Как под колпаком Ты вот отгорожен ты в своём мире Когда на концерты приходят слушатели Их уносит вот эта музыка Это необычное звучание Мягкое, нежное Я говорю, вам хорошо А мне как хорошо, когда я играю Это просто, ну Пока сам не попробуешь Это описать, конечно, невозможно Ну, физгармония, чтобы понимали, дорогие слушатели Это ещё называют язычковый орган Инструмент возник в XIX веке И, кстати, именно в XIX веке стал вытеснять сам орган из церкви В каждой церкви, даже сейчас вы зайдёте Если в Риге, увидите где-то в углу стоят эти инструменты Один или два В богатых церквях это и три-четыре инструмента К сожалению, почти все молчат Часто инструменты потом разбирали по домам И физгармонии украшали дома всех дворян, богатых купцов И это, они потихонечку, то есть как бы даже вытесняли и фортепианы Из салонной музыки, именно физгармонии И я помню, когда я приехала в Москву поступать в Московскую консерваторию И попала на консультацию к теоретику Мясоедову И у него как раз стояла именно физгармония Я, приехавшая из Оренбурга, не знала, что это инструмент Мне было крайне любопытно, конечно Потом я уже знала, что это физгармония Сейчас очень мало кто играет на этих инструментах То есть те, кто играют на органе, те, кто играет на фортепиано Они не смогут играть на этом инструменте Там уж совершенно другая техника Другие способы звукоизвлечения Для того, чтобы начать играть, недостаточно нажимать на клавиши Как на фортепиано и даже на органе Мы включаем регистры и начинаем играть А это похоже, например, на аккордеон или баян Когда раздувают мехи и происходит звук А вот физгармонии, этим занимаются ноги Две большие педали физгармонии, на которых нужно очень ровно нажимать Потому что если нажимаешь, неровно подаёшь звук То вот того чарующего звука, о котором говорит наш сегодняшний гость Татьяна Кольсова, он не возникнет Для того, чтобы звук был чарующий, нежный Для того, чтобы в нём купаться Нужно прекрасно и точно подавать воздух в мехе И вот, Татьяна, как вы этому научились? Это же очень сложная координация Вот двумя педалями ровно накачивать мех Ну, во-первых, это было физически тяжело То есть, когда начинаешь играть на инструменте Там же внутри меха Когда много лет, лет 30 или 40 Или даже 50 на этом инструменте не играют Меха превращаются, как, например, сапог старый Кожаный, он сжимается То есть, когда ты начинаешь играть То звук идёт толчками, очень неровно Надо качать часто, часто То есть, один аккорд Очень часто Четыре раза Я считаю длительности, например, 16 Качаю 16 на один аккорд Это очень тяжело физически И когда я разыгрывала одну жизнь своих В физгармонии, у меня даже спина болела Мне пришлось лечиться Но со временем любой инструмент Если с ним занимаются Он начинает от радости Он начинает раскрываться постепенно То есть, возможности Новые возможности, новые краски Да, фактически музыкант играет ногами То есть, если ты хочешь сделать крещендо и диминуэндо Ты должен увеличивать амплитуду подачи воздуха И ещё у физгармонии есть коленные створочки То есть, музыкант играет не только ногами Эти две створочки, они по бокам Когда ты качаешь ногами Останавливаться же нельзя Иначе замолчит инструмент И ты ещё раздвигаешь ноги И коленями открываешь вот эти створки Что они делают? Это деревянные заглушки Которые опущены И внутри инструмента остаётся звук Когда ты хочешь сделать форта внезапно Ты отодвигаешь колени Рычаг поднимает эти заглушки И звук весь идёт вперёд Мощный, сразу радостный Большой звук получается То есть, ноги, колени, руки Ну и прежде всего, голова То есть, мы должны это всё держать в голове И хотелось бы ещё позволить себе немножко так Импровизационность Когда идёт хороший, интересный концерт Когда уже выигранная программа Когда играешь много лет Иногда такие появляются моменты внезапные То есть, ты начинаешь играть И уже не можешь выйти Ну, так получилось Ну, кстати, для физгармонии Просто кладезь музыкальной литературы Писали композиторы Не только, так называемого, второго, третьего ряда Много произведений у Райнбергера, Райнхарда Карк Эйлерта Но также композиторы В десятке известных Сезара, Франка Самая знаменитая прелюдия Фуго и вариация Си минор Была изначально написана Для физгармонии и фортепиано И очень-очень много произведений Именно для этого произведения Для этого инструмента Татьяна, как вы думаете Почему инструмент После такого бурного всплеска Когда писали практически все композиторы Для физгармонии Почему произошел упадок? Ведь даже вот вы сегодня рассказывали В нашей личной беседе Что Петр Ильич Чайковский Любил этот инструмент, играл Почему сейчас инструмент в забвении? Ну, век физгармонии был совсем недолг Расцвет, 60 лет Востребованности этого инструмента Потом, в начале 20 века Произошли очень серьезные перемены в обществе То есть это была Первая мировая война А война, к сожалению, всегда способствует Развитию прогресса во всем В том числе в наших инструментах Стали ставить, заменять педали То есть работу Ног заменили Пропеллером Ставили пропеллер Сначала эти инструменты Назывались У нас была в России В Советском Союзе уже фабрика Красный партизан Где выпускали баяны И выпускали такие же Механические инструменты А потом постепенно уже заменили Механические инструменты Синтезированные звуки Первые синтезаторы Произошли как раз от физгармонии И из этого инструмента ушла душа А в России вообще очень тяжелая история Тяжелая судьба Ведь физгармония в России Это любимый инструмент Русской Православной Церкви При финансовой поддержке И благословении Святейшего Синода Были открыты фабрики в России Одна из них это фабрика Школьного учителя Дмитрия Алексеевича Митропольского Один из инструментов Его фабрики есть у меня Это маленькая гармоника Она такая крошечная Это маленький дешевый инструмент Который Дмитрий Алексеевич Производил Чтобы любой ребенок Из бедной семьи Который днем босиком бегает Помогает родителям Вечером придя в церковно-приходскую школу В его класс Дмитрий Алексеевич И мог бы спеть что-то духовное И сыграть себе на этом инструменте Очень интересная история Как он ездил со своими воспитанниками В Москву В консерваторию К Рубинштейну И вот об этих историях Я рассказывала на своих концертах Такие трогательные вещи Это любовь к этим инструментам В России Любовь Расскажите нашим слушателям тоже Нам сложно добраться до Галича Чтобы послушать вас Приезжайте У нас сейчас большой туристический поток Потому что люди едут В Асташово деревянный терем Отдыхать И через Галича Заезжают ко мне на концерты У нас, к сожалению, закрыты границы Когда мы к вам попадем Неизвестно Да, скоро все закончится Все будет хорошо Потому что всегда все заканчивается И будет даже лучше, чем прежде Мы на это надеемся Ну, конечно, истории много В России были фабрики Материал, он был издатель Музыка И мне всегда хочется записать альбом Именно русских народных песен Переложение для физгармонии Так красиво звучит И никто этого не слышал Уже и песни русские Они записаны Очень интересные варианты Не такие, как мы привыкли слушать Известные песни Во поле дороженька В общем, много Большой сборники Мне все время хочется их сыграть Татьяна, у пианистов Даже у органистов У нас очень много коллег У вас есть коллеги Кто играет на физгармонии? У меня есть коллеги Которые интересуются И любят эти инструменты Но в основном это Например, в Санкт-Петербурге Это органные мастера Они их делают, собирают Но играть некому получается У меня есть в Москве В католическом храме Молодой человек Он интересуется Но в основном Мои коллеги Они живут за рубежом Международное сообщество Называется Рит-Арган Да, можно вступить Можно зарегистрировать Свои инструменты Что я хочу сделать Просто я не успеваю И в интернет-сообщество Страница технический Рит-Арган Там собраны все мастера Со всего мира Из Японии Из Германии Из Америки Франции И они все занимаются Физгармониями У меня есть друг Это наш главный Родни Джанси Он живет в Канаде Он очень мне помогает Первые мои записи Я отправила ему Я его нашла в интернете Много лет назад И он так одобрил И с такой добротой Он сказал Молодец Давайте я вас буду поддерживать И не так давно Он прислал нам язычки Испанады Латунные язычки Потому что у нас Физгармонии у нас сломаны Еще раз повторяюсь Там нет многих частей И отсутствовали Басовые язычки На Либиге Либиг это моя Немецкая физгармония Вот Родни Нашел мне язычки И он прислал Целый комплект Это было для меня Просто праздник Счастье Мы уже заменили У меня Николай Васильевич Мастер А еще у меня Мастер замечательный Это Сергей Валентинович Касик Он живет в Суздале Он Настройщик фортепиано И никогда не занимался Физгармониями Но я его уговорила После того Как он сел И сам поиграл Говорит Я не могу оторваться Я уже хочу Селее Физгармонию домой Ничего не хочу Слышать У него такая любовь То есть инструменты Они у людей Вызывают Какие-то эмоции Невероятные То есть Хорошо об этом рассказывать Конечно Надо слушать И надо на них играть И я всегда повторяю Вслед за моим другом Из Канады Родни Джанси Что я хочу Чтобы весь мир Узнал И полюбил Эти забытые инструменты Ну За рубежом Такая же ситуация То есть Они их ищут Где только возможно Потому что Сейчас уже нет Фабрик Которые производят Физгармонию К сожалению А в России Тем более Все забыто Еще на Западе Какие-то традиции Сохраняются Потому что там Католические церкви Там не было Революции Не было Гражданской войны Ну Ну как бы этого не было Но тем не менее Инструменты Стоят Скромно В уголке И ждут своего часа Когда они Вновь смогут Зазвучать Татьяна Кольсова Директор Музея Возвращения Физгармонии И сейчас Татьяна У вас Я так понимаю Вы Один отдел В другом музее Да? В Крыльевическом Как у вас Какие у вас Условия Сейчас Для вашего Именно музея Я Я долго Ну как сказать Долго мыкалась Много лет Я искала помещения Но дело в том Что я коллекционирую Не марки Или значки Которые можно взять Папочку И перенести В другое место Сделать экспозицию Это инструменты Их нужно бережно Переносить И перевозить Сначала мы поставили В музыкальной школе Но у нас там Нет условий И нельзя Чтобы Это все-таки Туристический проект Чтобы люди приезжали И слушали А музыкальная школа Это учебное заведение У нас вот с этим Получилась Мясостыковка Ну поскольку Я много лет Сотрудничаю С нашим Крыльевическим музеем Директор Ирина Геннадьевна Предложила мне Погостить у них Мы заключили договор С Костромским музеем Заповедником У меня свой зал Там меняются Экспозиции музейные И я могу Давать концерты У нас договор Вы недавно Ходили к губернатору Была ли эта встреча Положительной Какая встреча Видимо пропала Вы ходили к губернатору Недавно Нет К мэру К мэру Да, конечно То есть я готовилась Строго Жестко отстаивать Свои позиции Но у меня Мэр при ней Очень хорошо Прям Радостно И говорит Конечно Мы вам Предоставим помещение Помещение Это в центре города У нас есть Комплекс Исторических зданий Сохранившихся Это комплекс Торговых рядов Очень красивый Каменный Очень величественный В центре города Прямо на самой площади Площадь у нас тоже красивая Но К сожалению Должна Пройти реставрация Потому что Запланирована Федеральная программа Выделены деньги Я надеюсь Что все будет хорошо И будет произведена Реставрация рядов Там нет сейчас отопления Должна быть Котельная модуль Газовая Потому что у нас По-моему По-моему Все хорошо И после этого Уже у меня будет Своё помещение Потрясающе То есть будет Никуда не тороплюсь У меня Это дело Моей жизни Поэтому мне Нравится сам процесс Очень нравится Сейчас как раз У Татьяны Кольсовой Новый проект Открыт на планете Точка ру Где идёт сбор средств На ремонт И реставрацию Новых инструментов Но я имею ввиду Новых Не в плане Но А то именно Новых В её коллекции Татьяна Расскажите Кстати Это совсем небольшие деньги Даже И по российским стандартам Тем более Это всего Чуть больше Тысячи евро Татьяна собирает И каждый может Поучаствовать В этом проекте Комиссия За перевод Не берётся А если Татьяна Соберёт больше Что она Больше чем Тысячу евро То она сможет Вернуть к жизни Ещё другие Физгармонии Хочется сказать Новые Но конечно Они не новые Татьяна В вашем проекте Какие сейчас Физгармонии Что вы будете Ремонтировать И реставрировать Ну До сих пор Дело в том Что физгармонии Делятся Вообще Слово физгармонии Это только Русское Русское слово В Европе Это Гармониум И в Америке Это рит-орган Язычковый орган Поэтому я Имею право Назвать Маленькие Домашние Язычковые органчики И До этого Времени Я была знакома С органами Американской системы Это вакуумные органы Вообще По качеству Звучания Они мне нравятся Больше Удивительно Но немецкие Инструменты Которые В моей коллекции Они почему-то Тоже оказались Американской системы Это Один Витмихов А сейчас Я хочу Привести Французскую Физгармонию Из-под Санкт-Петербурга У меня все получится Но Конечно Хотелось бы Чтобы люди Активнее участвовали Потому что Все восхищаются Это же не сложно Стоимость Как говорят Чашки кофе 100 рублей На проект Да 100 рублей Немножко звучит Кажется Что это страшно 100 рублей На самом деле Это всего 1 евро Так вырос Сейчас Евро Или упал рубль Кому как больше нравится А Татьяна Как раз Делает Благое дело И Сохраняет Эти инструменты Для Для нас Для истории И играет Замечательные Концерты Но кстати Татьяна Я так поняла Что вы очень любите Импровизировать А есть какое-то Любимое произведение На физгармонии Которое было Именно создано Для физгармонии Я же шла Своим путем У меня путь особенный Я не знала Когда я начинала Играть на физгармонии Я не знала Вообще ничего У меня не было Интернета И я вот так Вот садилась И что приходило В голову Играла И первое Произведение Которое мне Пришло в голову Это всем известнейшая Музыка Это «Леди зеленая рукава» То есть Да Я очень люблю Причем Меня можно Разбудить ночью Посадить Я играю В любой ситуации Если срочно концерт Если там Через час Я собираюсь Играю А второе произведение Это «Посакалия Генделя» Тоже Не все вариации Я играю отрывок Но почему-то Она всем Очень нравится Действительно Такое очень популярное Произведение И любимое Всеми слушателями Так, конечно Я Франко Очень люблю Повторите, пожалуйста У нас пропало Кого любите? Сезар Франко А, Сезар О котором мы упоминали уже Просто Не знаю Я не считаю Опять же Композитором второго Не-не-не Что вы Это как раз Я про Сезар Франко и говорила Что это Мне кажется В десятку Лучших композиторов Я люблю У него очень много музыки Написано Для физгармонии Опять же Играть Не переиграть Но он Мне тяжело Мне тяжело Дается Композитором И он Один из немногих Кто умеет играть Я прямо Я прямо Чувствую Что он Смотрит Оттуда Сверху Потому что Чудесные истории Невероятные Происходят Я Нашла Людей Которые Занимаются Мы абсолютно Случайно Встретились И Волею судеб Вот этот альбом Его произведений Был мне подарен Прямо С Гутовского Полигона Мне передали Чтобы я играла А Серафим Чичиков Он потомок Наших Костромских Дворян История Вот эти Все ниточки В одно Сплетались Флотоводцев Военных И он Очень близок Для нашей Земли Потому что Наш Получается Костомской Итак Вот этот альбом Вообще Удивительный Был человек Я об этом Сейчас не буду Рассказывать Музыка у него Очень глубокая И ее просто так Сесть И сыграть нельзя То есть Надо Знать его Биографию Надо знать Почему были написаны Те или другие Произведения Почему у них Такие названия Одно из Произведений Которые я играю Это ирегия Мой путь Еще не кончен Я тоже не целиком Играю Играю Отрывок И удивительное Звучание И получается Когда играешь Музыку Серафима Чичигова Это сродни Молитве Без слов То есть Ты молишься Ты с ним общаешься Я вот так Это чувствую То есть Что чувствуют Мои слушатели Я хочу Чтоб они Вместе со мной Сопереживали Вот это все Тогда Тогда это будет правильно Ну вот Вы рассказывали О том Что Физгармония Занимала Большое Имела большое Значение В православной Церкви А почему Что изменилось И почему Она вышла Из-за Пехода Все же Было уничтожено И инструменты Они были уничтожены Со своими Владельцами Я даже знаю Одну историю Правда Это не в России А в Белоруссии Недавно У меня знакомый Мы с ним Подружились Опять же Благодаря Физгармониям Он В группе Ритарган Задавал вопрос Он нашел Физгармонию Где-то на чердаке Она очень много лет Простояла И он рассказывает Что даже залезал В архивы И ее владелец Был Репрессирован Потому что Он не выдал Этот инструмент Вот такая Удивительная история Это Как раз в то время Когда в конце 19 века В Замоскворече Сжигали органы И физгармонии Или это Немножко другая история Потому что Паприказ Это уже Конечно Это другая история Это после революции А Это уже было В 20 веке Это после революции Это при советской власти Потому что На эти произведения Они же На них Семьих священников Стояли эти произведения На них учились В церковно-приходских школах В хорах Учились Пению То есть Физгармония Она была Примером Для правильного Взятия дыхания Это полное дыхание И на примере Звучания Вот этого инструмента Детей Обучали Пению Такой вот Инструмент И вообще Перед революцией Греченинов Ставил вопрос О включении Физгармонии В русскую Литургическую Службу То есть О участии Физгармонии В церкви Конечно Его не поддержали Потому что Русская традиция Это голос Да Инструменты Не приветствуются Но два человека Из заседания Проголосовали за А кто еще Вы знаете Да Есть протокол Надо читать Я сейчас точно Не могу сказать Но У меня иногда Посещают мысль А если бы Физгармония Была Включена В службу Возможно бы Не произошел Переворот 2017 года Она могла Что-то изменить А вдруг Почему бы нет Татьяна Я вам задавала Вопрос Но так Вы не ответили Сколько сейчас Вы инструментов Будете реставрировать Вот в этом проекте Который собирается 100 тысяч рублей Это 1 тысяча евро Сейчас мы Должны привезти Французскую Физгармонию Ее выкупить Это совсем Небольшая цена Стоимость Небольшая Но мне ее надо Привезти Санкт-Петербург Довольно-таки Далеко от Галича Большие транспортные Расходы Там нужно Восстанавливать Меха Потом у нас Циммерман В очень плохом Состоянии Мы не можем К нему подойти Даже С чего начать работать Там повреждена Механика Потому что Большая часть И как всегда Ревизия Манборга Ирибига У нас Запланирован Ряд работ Мы все записываем На Сергею Валентиновичу Ведется Журнал Что мы сделали Что предстоит Сделать И потом Какие-то Внезапные вещи Может ремень Который От педали Идет Перетереться Или может Попасть соринка В язычок Он перестает Открываться Тоже Перестает звучать У меня сразу Паника Ничего страшного Просто соринка Попала В публикации В фейсбуке Вы еще писали Публиковали Маленький Небольшой инструмент Наподобие Гармоники И Интересовались Все-таки Какое Оригинальное Название Удалось ли Вам выяснить Как называется Инструмент Нет Не удалось Никто не знает Вообще Он есть Музей Урала По-моему Называется Музей Уральской культуры По-моему В Челябинске У них есть Этот инструмент Они называют Его метрофоном Ссылаясь У нас есть Одна единственная Работа Мирока Руководство По гармоникам Там есть Его рисунок И написано Что это метрофон Митропольского Дмитрия Алексеевича Но Я считаю Что метрофон Немножко Другой инструмент Я называю Просто Гармоникам Как мы Узнаем Ответы На этот вопрос В Челябинске Выносят Видео Есть Выносят Этот инструмент И говорят Посмотрите Какое у нас чудо Но он сломан Его надо починить Может кто-то починит А у нас Играл Мы играли Играл Сейчас трещины Мы будем заделывать Сергей Валентинович Заделает Он продолжит Свою жизнь А мы играли С моим другом И педагогом Екатерина Николаевна Королева Она играла на физгармонии Мелодию А я на гармонике Аккомпанировала Играли Светит месяц Так мило получилось Милая такая Песня Она должна звучать На этом инструменте Но когда мы его открыли Я обнаружила Рекламу Митропольского фабрики И я была просто Шокирована тем Что оказываться На этом инструменте Надо играть Совсем по-другому То есть я ставила На руки Вот так вот Мне хачала Одной рукой Другой играла Оказывается Его нужно ставить Вертикально Там На картиночке Сидит мальчик Босоногий Причем он сидит Вот так сложив Ноги по-индийски Я вот все думаю Может в Индию Физгармонию Все-таки не Англичане привезли А наши Да И вот эта вот Гармоника стоит Вертикально Два ремешка сзади Он одной рукой Играет Как на аккордеоне А одной рукой Качает меха Чудо Действительно чудо Татьяна Есть ли у вас Какая-то любимая История Про физгармонию И Которую вы Включаете Почти в каждую Свою лекцию Расскажите Нашим слушателям Я очень люблю Рассказывать Истории Про Дмитрия Алексеевича Митропольского Вот Да Мы начали Я недоговорила Когда он поехал В консерваторию Со своими учениками Их очень хорошо Приняли Они были Представлены И он Показал Как раз Своё изобретение Митрофон В чём Заключалось Его изобретение Чтобы детям Не изучая 24 тональности А могли бы сыграть В любой тональности Выше-ниже Переложив Руки На ещё Один ряд Чёрных клавиш Ну Это Сложно Объяснить Но возможно Специалисты Будет понятно И Поехал он С этим изобретением Показывать Своих воспитанников Ну Выслушали его Конечно И приняли Очень ласково Но Медаль Не дали Золотую Роменштейн Говорит Ну За изобретение Медалей Не даём А пусть Ваши дети Научатся играть Так же Как наши То есть Сравнение Бедные детишки Из христианской Семьи Ну Что делать Митропольского Была Благая цель Мы хотим Чтобы все 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 вокруг Приобщились Игре На этом Замечательном Инструменте И через этот Инструмент Через исполнение Духовной музыки Приобщились бы Святому Духу Благая Благое дело Потрясающее дело И Наш сегодняшний гость Татьяна Кольцова Директор музея Возвращения Физгармонии В Галичи Это Костромская область И Татьяна Возвращает к жизни Эти замечательные Инструменты У нее был один проект На планете Ру Успешно завершенный Благодаря этому Был приобретен И реставрированные Инструменты А сейчас Проходит второй проект Также на планете Ру И каждый может Поучаствовать И внести Свою Значительную Или Незначительную Лепту Можно не пугаться Российских рублей Там Всего лишь 100 тысяч рублей Это 1 тысяча евро С небольшим И если Внести 1 евро Это будет Около 100 рублей Благодарю вас Татьяна За вашу отзывчивость За ваш труд За то что вы делаете Для сохранения Уникальных инструментов В России Надеюсь что И здесь В Риге Тоже обратят внимание На сохранение Физгармонии Желаю вам Всего самого доброго И процветания Вашему Благородному делу До новых встреч Дорогие друзья Я также желаю вам Всего самого доброго До свидания Спасибо